Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Нацелены на результат. В Чувашии планируют создать кластер производителей дверей и мебельных фасадов. 150 лет на службе науки и просвещения. Национальная библиотека Чувашской республики отмечает свой юбилей. Автогонки по акватории Волги. Столица Чувашии приняла третий этап Кубка России по ледовым гонкам. Задачи по цифровой трансформации ключевых отраслей республики в числе приоритетных, каков должен быть механизм реализации, обсудили на совещании в Доме правительства. IT-технологии уже активно используются в ряде отраслей. Но надо двигаться дальше. Достичь так называемой цифровой зрелости непросто. Начать решили с государственного управления. Там уже появились новые стандарты, которые необходимо внедрять в первую очередь. Государство становится сервисом для людей. То есть мои коллеги на федеральном уровне говорят, что получить услугу должно быть не сложнее заказа пиццы. Человеку все равно, кто там, муниципальные служащие государственного, федерального не различает, для него все это власть. То есть мы все с вами здесь на самом деле равны. И гражданин совершенно не должен понимать, в какую инстанцию он обращается. Он хочет получить услугу в какой-то конкретной жизненной ситуации, и это нормально. И мы к этому должны прийти. Поэтому мы с вами для наших граждан на самом деле сервис. Очень важно синхронизировать федеральные и региональные проекты, заняться разработкой и внедрением отечественных программ, повысить уровень компетенций как создателей, так и исполнителей. По поручению президента Российской Федерации, региональные стратегии цифровой трансформации уже должны быть утверждены до 1 сентября этого года. В продолжение темы. Порталом государственных услуг сегодня пользуется 75% населения Чувашии. Республика оказалась на 43-м месте в рейтинге качества оказания госуслуг среди всех регионов страны. Сейчас жителям доступно 65 видов услуг, но в перспективе их станет больше. К 2030 году необходимо обеспечить перевод в электронный вид всех массовых социально значимых услуг. Это на далекую перспективу. А на близкую к 1 января 2023 года разработать и обеспечить внедрение на уровне субъектов типовых регламентов предоставления услуг. В первую очередь переводу подлежат услуги здравоохранения, образования, социальной сферы и других. Отметим, что совершенствование системы предоставления государственных услуг в электронной форме предусмотрено в рамках национальной программы «Цифровая экономика». В республике планируют создать кластер производителей дверей и мебельных фасадов. Сейчас в этой отрасли работает более 25 крупных предприятий. На общероссийском рынке доля местных производителей составляет 10%. Специалисты уверены, чтобы не сдавать позиции и даже нарастить их, надо объединиться. Возможности будущего кластера обсудили на совещании в Новочебоксарске. Несмотря на некоторые спад производства, предприятия деревообрабатывающие отрасли Чуваши занимают ведущие позиции в России. За год выпускается более миллиона полотен. Нашим производителям удалось потеснить с рынка предприятий Ульяновской области. Там объем производства упал в 2-3 раза. В такой экономической ситуации надо использовать шанс объединиться, оптимизировать затраты, наладить кооперационные связи и укрепить лидерство. Если найдем возможности, вот абсолютно прав Евгений Радиславович, во-первых, ну как бы возможности и способности объединиться, ну во-первых, мы можем получить очень серьезную государственную поддержку из федерального бюджета. На что могут быть направлены эти субсидии? Допустим, да, что какие-то комплектующие вы сейчас готовите сами. Возможно, как бы, да, там однотипная деталь, но мы все с вами прекрасно понимаем. Поэтому серийное массовое производство всегда дает на единицу продукцию самую низкую себестоимость. Конечно, если вы найдете через создание кластера и направление этой субсидии на создание такого рода производств, во-первых, новый производство где-то создается, а во-вторых, это вам всем выгодно в итоге с точки зрения себестоимости. Да и качество тоже, естественно, на такого рода производстве можно обеспечивать совершенно другое. Создание кластера ускорит темпы производства и поможет достичь плановых показателей раньше обозначенных сроков. Без реализации стратегии кластера сами по себе еще раз и предприятия до 2035 года смогут примерно, по нашим оцентам, утроить. Оценки базировались на переговорах с участниками рынка. Рынка смогут выйти на объем районной продукции примерно на 15 миллиардов рублей и иметь 8-9 тысяч сотрудников. При более аминусом подходе этих же выгодов, удаление выгодчиков и в полтора раза увеличение количества сотрудников можно достигнуть к 2025 году. Специалисты обсудили и кадровую проблему. Сейчас искусство деревообработки учат в одном из колледжей столицы, где узкоспециализированное направление, и в Мариинско-Пасадском техникуме, который сейчас является филиалом одного из марийских вузов и находится не в лучшем состоянии. Что касается самого кластера, то его члены вправе рассчитывать на возмещение части затрат на приобретение оборудования, уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам, приобретение технологической оснастки для оборудования и программного обеспечения. Правительство Республики поставило задачу перед производителями до 15 марта выбрать правовую форму организации. Татьяна Молокова, Дмитрий Салманов, Республика. В этом году Республика отмечает 80-летие строительства Сурского и Казанского оборонительного рубежей. Это был настоящий трудовой фронт, на полях которого сражалась и Валентина Машинина из Маргаушского района. Ей было всего 14 лет. Валентину Егоровну в Маргаушском районе знают все. О ней не раз писали в газетах. Вместо учебы строили окопы. Так можно было сказать о том поколении, которому не пришлось воевать, но суждено было взять на свои плечи любую работу в тылу. Валентине Машининой было 14 лет. Она работала в родном колхозе и вместе со стариками и женщинами рыла окопы вдоль суры. Провожили учиться еще. Хотели государству помогать, наверное. Поехали туда окопы, копать. Что? Копали, копали. 41 градус в зиму. Морозы. А как терпели? Терпели ведь. А что ж делать? Надо работать, помогать надо государству. Очень тяжело было. Холодно, холодно. А чем? Удывать. Удывать там. Нечем. Уфайка нету. Как? Кафтан, что ли сказать? Кафтан, наверное. На логах, локтях. Частинки нету. Портянки. Сапожки нету. Что делать? Терпели, терпели. Живу теперь 95-й год. Ощущение постоянного холода и голода она помнит до сих пор. Очень хотелось спать. Но выстояли, выдержали. Тогда, в лютую зиму 41-42-х годов, на строительство оборонительных рубежей были мобилизованы около 200 тысяч человек. Большинство из них – женщины. Линии обороны возводились вручную, без выходных и скидок на 40-градусные морозы. Сегодня Валентине Машининой 94 года. Почти не осталось свидетелей тех событий. Поэтому ее воспоминания на вес золота. Она радуется прожитым годам и собирается отметить вековой юбилей. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Сергей Копеев, Республика. Сегодня в Чубаксарах после масштабной реконструкции открылось общежитие номер два Чувашского государственного университета. Это стало подарком ко дню российского студенчества. Это здание было построено в 1962 году. Реконструкция шла чуть больше года. За это время оно стало выше на этаж. Площадь увеличилась почти на 2000 квадратных метров. В полтора раза выросло количество мест для проживания. Реконструкция общежития состоялась в рамках национального проекта образования. В комнатах будут проживать по 2-3 студента. По сути, это квартира, где могут жить по 4 и 6 человек. В комнатах есть мебель, кровати, тумбочки, шкафы, а в холле кухня и санузел с душевой. Сами комнаты стали больше. По новым стандартам на одного студента положено 7,5 квадратных метров. На каждом этаже предусмотрены также прачечная и гладильная. В общежитии обустроен спортивный, актовый и читальный залы с Wi-Fi. Открытие сегодня от реконструированного общежития, оно, конечно, дало, во-первых, пример, как это должно быть, что очень важно. И мы понимаем, что впереди у нас и следующее уже, и мы видели, да, сегодня, следующее общежитие, которое идет. Но важно, что создается среда для ребят, и при выборе высшего учебного заведения, и родители, и дети, в том числе, принимают решение, в каких условиях они будут учиться. И за всем образовательным процессом у нас стоит главная цель, чтобы наши ребята оставались в Чувашии, чтобы они учились в Чувашии, выбирали вуз и в перспективе оставались работать на наших основных предприятиях. Поэтому создание таких условий – это намного серьезнее и фундаментарнее. 150 лет на службе науки и просвещения. Национальная библиотека Чувашской республики отмечает свой юбилей и запускает марафон интереснейших событий. Библиотека была открыта благодаря инициативе нескольких человек еще в 1871 году. Они направили к губернатору официальное прошение о дозволении открыть библиотеку. Чмаксары с просьбой разрешить им открыть городскую публичную библиотеку. Национальная библиотека остается главным государственным книгохранилищем республики. Здесь работают почти 130 сотрудников, которые и обеспечивают сохранность документов, книг, их востребованность у посетителей. Это по-настоящему интерактивный центр, находящийся на постоянной связи с читателями. Весь этот юбилейный год в библиотеке будут проходить выставки, онлайн-викторины, творческие вечера, межрегиональные форумы и акции. Хочу отметить, что этот год, 2021 год, это и год 150-летия начала новой чуварской письменности. Это год, когда Иван Яковлевич Яковлев вместе со своими соратниками создал чуварский алфавит в 1871 году. И поэтому мероприятия, которые пройдут в этом году, они будут связаны и с этой темой тоже. Особо любознательные уже могут побывать на выставке, посвященной истории создания национальной библиотеки и познакомиться с первыми экземплярами богатейшего книжного фонда. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Александр Отюков, Республика. Сельские дома культуры теперь будут возводиться по одному проекту с учетом количества потенциальных посетителей. Об этом и других актуальных задачах отрасли культуры говорили на еженедельном совещании в Доме правительства. В этом году профильное ведомство рассчитывает утвердить типовой проект Дома культуры на селе на 50, 100 и 150 мест. К этому решению Минкультура Республики сподвиг не очень удачный опыт прошлых лет, когда муниципалитеты сами занимались разработкой проектно-смертной документации. Зачастую это вело к финансовым и временным потерям. Утверждение единого образца облегчит весь комплекс работ. Оживление культурной жизни в деревнях и селах обострило проблему нехватки кадров. Над этим очень серьезно нужно поработать, потому что перед культурно-досуговыми учреждениями, которые находятся на селе, ставятся серьезные задачи по организации досуга, как в нерабочее время, прежде всего, имеется в виду, когда в 17 часов мы заканчиваем свою работу, должна быть возможность на селе организовать свой досуг культурно-досуговых учреждениям. На самом деле, учреждений, где готовят работников культуры, в республике немало. Это и институт культуры, и музыкальное училище, и художественное. Ежегодно из их стен выпускается по 200 студентов. Все они учились за счет бюджета. Это не считая пединституты и университеты, которые тоже готовят кадры, в том числе и в области культуры и искусства. Это вопрос, где, а при этом мы говорим о дефиците квалифицированных кадров. Поэтому, мне кажется, нужно концептуально на эту тему взглянуть. И сегодня важное направление, во-первых, оценить все, что касается подготовки кадров, именно то, что мы финансируем и в нашей республике. По сути, речь идет и о госзаказе. Надо проанализировать ситуацию, чтобы понять потребности учреждений культуры в тех или иных специалистах и предметно их готовить. Ульяна Пятакова, Павел Рядков, Республика. Прошедшие выходные стало известно, что ушли из жизни известные деятели культуры Республики, заслуженный художник Российской Федерации, знаменитая вышивальщица Мария Симакова и заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Муратов. Мария Васильевна всю жизнь посвятила искусству вышивания. Десятки лет она проработала на фабрике художественной вышивки Пахатере и стала признанным мастером. Ныне работы Марии Симаковой находятся в собраниях ведущих музеев страны, в частных коллекциях России и других стран. Она по праву является народным мастером. Николай Муратов внес значительный вклад в сохранение и возрождение памятников истории и культуры родного края. При его непосредственном участии разработана территориальная комплексная схема градостроительного планирования и развития Республики. Благодаря Николаю Ивановичу удалось сохранить многие объекты культурного наследия. Эти работы про меня, это вся моя жизнь. Народные образы, а именно так называется выставка Инны Лялиной, в художественном музее вызвали большой интерес у поклонников живописи. Родом художница из Ибресь. Училась в Свердловском архитектурном институте и параллельно занималась студией у известного мастера Николая Гавриловича Чеснокова. Ей удавалось совмещать работу по профессии и увлечения живописью. Инна Васильевна активно участвовала в выставках. Декоративно-прикладное искусство увлекало ее все больше и больше. Создавала эти картины на протяжении всей своей жизни, можно сказать. Посвятила ее чувашским женщинам в основном. Потому что, как женщина, я выражала, ну, может быть, душу или настроение именно чувашской женщины. Мне хотелось именно воспеть ее, показать ее красоту, душевную красоту этих женщин. Потому что я сама из чувашского народа. Живопись Инны Лялиной мягкая и сдержанная, построенная на полутонах. Каждая композиция, как отдельный рассказ. Всегда с любопытством смотрю ваши работы, Инна Васильевна. Это, во-первых, действительно такая детская открытость, открытые глаза на мир. Во-вторых, во-вторых, всегда поиск оригинальной, интересной композиции. И вы рассказываете о том, что хотите сказать. У вас получается такой очень содержательный и вместе с ним интересный рассказ. У художника узнаваемый почерк. Его нельзя спутать. Меня, конечно, сразу привлекла ее смелость в композиции. Ее картины действительно очень стали выделяться на фоне больших выставок. В общем-то, академическая школа, реалистическая преобладает в творчестве наших художников. А тут все это не вписывалось в этот ряд. И уже было понятно, что появился художник с собственным почерком. Вот только она так пишет. Архитектура научила мастера строить сложные композиции. А знание народных традиций и обычаев сохранить преемственность. Это и привлекает к работам Инны Лялиной все больше ценителей живописи. Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика. В Чувашском государственном театре «Кукол» состоялся юбилейный вечер заслуженного деятеля искусств Чувашской Республики Андрея Галкина. Композитору исполнилось 60 лет. В музыкальной жизни Республики Андрей Галкин одна из самых заметных фигур. Его первым творением стала небольшая фортепианная пьеса на сказку Александра Пушкина «Золотая рыбка». Было это более 40 лет назад. С тех пор маэстро сочинил оригинальную музыку к 68 премьерным спектаклям театра «Кукол». Андрей Петрович удивительно, добрейший человек. Я редко встречал таких людей, которые не умеют обижаться. Он живет в своем мире музыки. И всегда я удивляюсь, как он может придумать столько мелодий, столько разных по стилю, по жанру. И поэтому, может быть, когда идут спектакли, где написал музыку Андрей Петрович, дети сидят тихо и всегда прислушаются. Дети – это особые слушатели, считает композитор. У них свое восприятие музыки. Нужно, во-первых, знать психологию ребенка, то есть быть психологом детской души. И стараться написать музыку такую, которая бы детям нравилась с учетом современности. Там, может быть, что-то с учетом действий, что происходит в спектакле. Чтобы музыка была не так просто. Спектакль сам по себе, музыка сама по себе. Такого не должно быть. Это вот задача композитора – сделать так, чтобы они были совместимы. Авторская музыка композитора с равным успехом звучит в театрах других областей республик. Композитор обещает и дальше радовать своих маленьких зрителей. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика. Автогонки по акватории Волги 12 раз подряд в столице Чувашия приняла третий этап Кубка России по ледовым гонкам. Болела за участников и следила за их заездами Юлия Важенина. На этот раз Кубок России прошел напротив речпорта прямо на льду Волги. Это единственная трасса на открытом водоеме. Раньше соревнования традиционно проходили на льду залива, но в этом году из-за строительства очистных сооружений и реконструкции набережной их пришлось перенести. Благодаря морозам лед крепкий, так что участникам ничего не грозило. Стартовать и приехать первым на финиш – это основная задача наших участников на сегодняшний день. Жюри на корректность поведения на трассе. Нельзя выталкивать, выпихивать, совершать аварии. Ошибки допускают спортсмены, но кто как справится с ними – это уже показывает борьба на трассе. Тем не менее, без аварий не обошлось. Высокая скорость, резкие повороты и адреналин в крови участников делают свое дело. Количество желающих сразиться за звание лучшего гонщика с каждым годом увеличивается. На этот раз в Чебоксары приехали 33 спортсмена из 12 городов страны. Олег Жаворонков – постоянный участник таких соревнований. Он представляет Татарстан. За рулем уже больше 25 лет, но от непредвиденных ситуаций не застрахован даже опытный гонщик. Вот и Олегу пришлось экстренно менять свою машину на другую. А вчера были тренировки, покатались и заклинил мотор. Ладно, хоть нашли вторую машину, на чем поехали. Мы ездим давно уже. К вам, Чебоксары, очень нравится приезжать. У вас красивый, классный город, хорошая трасса. Татьяна Елисеева – единственная девушка на трассе. Она старается не пропускать ни одни зимние гонки. Говорит, это особое ощущение. Если ты живешь в России и не принимать участие в ледовых гонках – это какой-то нонсенс. Поэтому все самые сильные участники всегда приезжают и участвуют в соревнованиях именно в ледовых гонках. Потому что то, что можно показать здесь на льду с участием… Представьте, машина же идет боком, и ты должен рассчитать нужную траекторию. Это совсем другие ощущения, чем летом от асфальта. Это такое настоящее мерило твоего мастерства. Нашу республику представляли серебряный призер прошлых гонок Даниил Слепов и Виктор Сандыбаев. Виктор впервые на Кубке. С самим собой справиться – это самое главное. Потому что в некоторых местах действительно страшно, завораживающе. Не все получилось. Я его очень красиво закончил на сугробе. Но зато, наверное, всем понравилось. И как я в нем застрял, и как вынимали меня оттуда. Надо один раз почувствовать. И дальше я уверен, что многие этим заболеют. Точно так же, как и я. Пришел буквально не так давно в автоспорт, попробовал это. Он лучший, лучший! Спасибо! Гонщики соревновались в трех категориях, поэтому победителя тоже три. И все они представители Республики Татарстан. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Это были главные новости понедельника, 25 января. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова